продолжаем друзья развивать нашу германскую империю немецкую германскую первых все дела у нас уже 90 ход и к сожалению к сожалению я уже надеялся к этому моменту обладать и марселем и пизой но как вы видите все у нас место никуда не трогается по-прежнему эти оба город генуэски проблема в том что нас папа папа покарал ну как покарал дал задание прекратить военные действия на четыре ходы вот я с 86 хода сижу жду с 87 в общем вот еще один ходик но зато генуэс и подтянули своей армии и у нас на следующий ход возможно буду даже с ними какие-нибудь баталии возможно но не факт он сейчас может быть и уйдут зато они вону под накопили войск это не в городе стоят вот возможно нам удастся через вот этот отряд стоящий возле города весь этот стек из города вытянуть и проатаковать в общем как-то так друзья но зато за это время я тоже время материалы приобрел у норвегии замечательный город гренингем за 100 штук до печально что потратил так много можно было купить дешевле за 75 но я что-то как-то протормозил одним словом не все пытался чтобы там улучшить предложение чтобы 3 из 4 было не 2 из 4 они согласились и на 2 из 4 можно было бы значительно дешевле возможно даже ты за 60 65 но за 50 они например не соглашаются в общем такие вот стремные норвежцы они кстати говоря самая богатая сам богатая нация мы со второго места упали по финансам на 3 но неправильно у меня был почти 420 сутку отдал и как-то так случилось зато город 4000 приносят и плюс у нас теперь все побережье нашим ту же самую операцию я планирую на следующий ход сотворить и скана можно было бы и на этот но у меня войска рядом не было ну и плюс из-за этого чертова скрипта долго симиляции который первый ход не дает ничего сделать с вновь полученным городом то там восстание там все плохо в общем проблема сплошные нот в брюге еще получил чуму наши генрих фон гугенштауф он подцепил ее тоже вывел из города на всякий случай пускай посидит в крепости может быть принесет и еще у нас плохого и не случится антверхан антверхан про антверхан то я и забыл да ну давай вот что еще какие новости пару войнушек и начались шведы напали на норвежца но сейчас будет обзорчик то что смысла говорить что либо нету давайте сразу включимся карту и данном расскажу и покажу так 90 ход очередной у нас обзор началась война между англией шотландии очередная кто кого здесь непонятно англичане кстати взяли таки дублин не знаю уж насколько они увязали тут он ведьма 3 еретика с порядком скорее всего у них все здесь очень плохо вот пока эта армия то есть наверно все хорошо будет только она уйдет станет сразу станет плохо у них я смотрю это и на материке то она и еретик и ведьма инквизитор бегает как сюда инквизитор тупраник интересный банифаций банифаций вот но посмотрим как тут будет развиваться ситуация это конечно интересно а сдохла уже пару папы римских они почему-то сейчас стали появляться все с очень солидным возрастом за 70 и живут буквально пару ходов пожил умер пожил умер в общем тут даже не успевает отлучается церкви но там где уже отлучили отлучили англию и сицилия с цели который очень долго воевала с престолом святого петра она стала вассалом на друзья буквально на этот ход 90 стала вассалом с цели я епер на мать кто бы мог подобное предположить вот как-то так кан я планирую очень выкупить тоже для себя почему бы нет собственно потом планирую немножко обкорнать арагон выкупить у них тулузу с памплоном и зачем воевать когда можно просто все купить нахрен паплон памплоном купим может быть даже бургасом займемся испанским ночью не стоят теребеньку это ничего не делают эти испанцы зато смотрите как тут весело у португалии так португалия пришло пришло прям какие-то ребятюшки непонятные да но солидно солидно там наверняка каким-то бедуины были легенькие португальцы там рыцари сплошные думаю должны разбить некоторые стека полных по городам будем ситуацию наблюдать интересный стек испанский подошел к севильям мол севилья севилья будешь испанской вот очень интересно тем временем смотрите через черный ход арагон подошел гранаде и такой гранат граната станешь арагонской нет это все конечно любопытно если этот стек подойдет может быть не какие-то шансы и будут да но как-то так давайте дальше она конечно кордова кордова ты каточки немножко такая жиденькая сдулась плывем мы в тунису такую-то армия на следующий ход высадимся вот конечно все очень печально четыре отряда значит 16 еще появится он тут надежды если только ту айтарагон тогда надежды нету надежды крайне мало наверно то войско которую приплыла приплыла под марсель вот эти ребятюшки вот они наверное как раз тунистые прибыли на скорее всего что и рыцари есть а тунис у нас да тунис как раз замок вот может быть там они рыцари себе и забацаны а здесь никого вот четыре отряда еще есть у нас не потопили бы к черту и матери тоже такой вопрос хороший надо наверно хоть как-то подстраховаться еще корабль под сюда подвести также уже высадился и острова на сардинию где замечательный город калере расположился на пятики стою ничего не делаю мужа схватили отрицательный трейд нашу венимар похотлива на и так то скотина тупой еще отсутствие фуража полон предрассудков давайте ему хоть подарок дадим что ли чтобы он совсем не взбухал там подарок плюс плюс 2 к верности хорошо в общем такое такое к войне я готов но все пока вот так так здесь сицилия 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 теперь стала не сицилийский сицилия стала подпиской очень прикольно фатимиды но фатимиды чё фатимиды фатимиды пока живы пока живы вот у них опять таки появился стек стеком они их раздубасили да и даже перешли в контрнаступление двумя стеками на крестоносцев но крестоносцев здесь очень очень много так что как-то так прибыл мне сюда корабль с купцами одного купца закинул сюда у меня старые здесь умер и еще одного купца закинул наверное вот сюда тоже на эту шелк что ли дошел нашел закинул купцы мне приносят давайте глянем 26000 26000 буквально чуть-чуть меньше чем торговлю нам кстати было больше у меня как раз сейчас два купца умерла на балканах на золоте и вот здесь и как раз у меня был даже больше чем торговлю купцы приносили мощно так что у нас тут еще творится мега мятежная какие вы веселые ребята на харизм без изменений турки 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 отбиваются от грузинов грузины мощные грузины взяли массу грузины атакуют диар бакэром они кстати можно заметить что сражение у них уже было да и по-моему они его проиграли грузины сражение по крайней мне так кажется может быть я отчасти и не прав так харизм 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 ничего харизм там с половцами сражается и каких-либо территориальных приобретений или потери у них нет грузины грузины тоже все вроде бы на месте все что было то и осталось мутра конькафа да кутаисия от масула они взяли это сто процентов сельджуки сельджуков давит с нескольких сторон сельджуки и с крестоносцами воюют и с византией воюют и с грузинами воюют и в общем им конечно не очень просто приходится но кесарию прошлый раз мы смотрели как раз вот момент осаждали но как видим они отбились сейчас он там заварушку под сенопом византийцы пришли создали турком дополнительный стек и походу они отбились и возможно даже в контрнаступление перейдут он видим под никею пару полу стеков пустой константинополь и для византийцев все это может печально закончится на самом деле это как бы их проблемы пускай там сами разбираются византийцы 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 рогозу никак не могут взять плюс они еще воюют и с венграми у какие-то там к ним к загребу войска посылают бешеные непонятные сами сейчас вот-вот белград могут потерять здесь достаточно венгерских войск чтобы даже полный стекова нести очень весело ребятам войнушка у них тут полным уходом идет осколок половцев тоже вполне себе здесь живет поживает добра наживая в общем венгрии нормально венгрии воюют поляки как и испанцы такие стоячая фракция нихрена не делает давайте на нее кстати внимательно посмотрим если недавно обновил денег дал основу отношения превосходное что у них у них союз венгрии поэтому они вниз на юг не идут союз литвой они вот так получилось что когда мы потеряли союз они вроде как с литовцами союзнили и теперь у них получается что они со всех сторон окружены союзниками западом из юга венгры с востока литовцы а на севере балтийское море и чё им делать куда деваться они не понимают ничего не делают накопили уже довольно таки много стеков и все это стоит куда это отправится совершенно непонятно да у них нету прохода никуда им единственно только на корабль был садиться и отправляться брать мятежные города еще когда они были не взятые литовцами тут же ревеля дирт минск там еще что-нибудь а сейчас они уже эту возможность потеряли все здесь уже на севере захвачены мятежных городов нет единственно них только действительно собирать какой-то флот и он к шведам плыть весь бы отбивать большим ничего не остается делать так на севере у нас что у нас норвежцы до норвежцы 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 там с кем-то воюту смотрите как весело шотландцы приплыли и осадили эгерсон но это конечно горца не такие горцы божишь ты мой она веришься там не приплыли к ним нет в шотландии норвежцев нот отжали мы у них гренинге ну как отжали купили тут хреново куча этих на самом деле норвежцев на кораблях да и флота много но я думаю они придумают что с ним делать шведы разрослись очень хорошо захватили осло кстати может быть осло даже можно будет купить с другой стороны посмотрим посмотрим шведы это одна из стран в который я наверно буду покупать провинции потихоньку наша компания у нас долго нужно 50 я в принципе прошлой серии вроде бы говорил что я на это наверно забью но может быть не забью у нас уже 31 провинции сейчас я в англии куплю станет 32 плюс когда я полностью убью генуя мне еще пять провинции перепадет это уже 37 и останется не так много 13 провинции из которых 2 иерусалим и загребки скорее всего тоже куплю 11 провинции еще на дэвы снова 2 урагона 2 уши вец и у кого еще что можно можете у папистов онкона куплю у сицилии неаполя а чё нет денег до хрена денег заходит кучу и с этим проблем никаких нету но шведы молодцы шведы все-таки взяли себя в руки захватили салу захватили турку не успели они конечно с ревелем теперь у них а я так понимаю напряги с новгородом до будут до новгорода далеко у новгорода другая проблема новгород бьется не на жизнь она смерть с литвою литва очень сильно укрепилась вражда до с новгорода вражда с норвегии ухтыш как они там пересеклись то любопытно куча союзников арагон испания польша португалия орда половинская гена и венеция обалдеть ну литовцы жгутка они что жгут но у них опять таки тут все им дало этот чертов крестовый поход который откликнулся ровно три странные мы и 2 скандинавские дании и швеции ну то далее им подарили на халяву там 3 или 4 стека и вот они ими воспользовались отжали себе ревель дербт и теперь развились и спокойно он смотреть все что делают идут на псков гулы и может даже его захватить в общем все печально печально для русских княжеств киев такие в своих границах находятся наш рука азак вот им бы еще конечно грузин от отжать бокал футбут ракань но с этим гарнизон скрипта у них ничего не выйдет потому что грузин войска гораздо более сильные чем русичи им там ничего не светится ровным счетом они вообще там с кем свою и давайте глянем на наших что там у них вообще происходит киевское княжество союз новгородом с харизмом и неплохо воюет с половцами и византии а ну да мы еще удивлялись как они там склеснулись византийцы если у них нет общей границы вот с половцами в принципе да почему нету бою захватить дергови что смысл в этом есть либо начать войну против литвы поддержать новгород тоже было бы неплохо ну что владимир а владимир что владимир владимир по вообще сидит тихо не отсвечивает типа нас нету нас нету они такие дают дают сигнал будущим монголам нас тут нету тоже союз харизмом вражда также с половцами из новгорода ничего и обалдеть у с половцами понятно в принципе они решили неплохо неплохо учитывая что харизме тоже воюют растягивает полуцова на два фронта может быть что-то у них такое выйдет какой-нибудь там саркел захватить булгара или казани это был для владимира очень даже неплохо заодно войска потренировать до монголов то осталось не так чтобы очень много 60 там сколько там 80 лет и я хая не придут в общем как-то так владимир но в принципе все мы посмотрели практически особых изменений опять-таки на карте я не увидел все вроде бы как по-прежнему да вот в испании подвижки какие-то начались вроде как кордова вроде как начала давить португалию то же самое время получили ответку от арагона испания так и стоит польша стоит но польша хотя бы понятно почему стоит почему испания стоит это вопрос другое а может быть я не прав может быть испанца они это в том точно такой ситуации находится что они тут венеция гена и петра шотландия португалия арагон литва нет они даже с ними с кордовой воюют даже воюют но при этом они категорически отказываются идти но здесь смотрите какая ситуация вина им чтобы до кордова добраться им нужно пройти через территорию получается других стран либо через португалию через севеля либо здесь через арагон может быть поэтому они и не идут возможно это вот с этим связано даже невозможно скорее всего ну что ж вот такой обзорчик потому что вы гораздо лучше меня замечаете небольшие нюансы а вот а мы с вами приступим к следующей фазе всего этого действия а если быть точнее переходом на следующий 91 и там уже у нас начнется какая-нибудь войнушка поехали наконец случилось таки это чудо ход прошел распространяется черная смерть и теперь еще и в брюге да они в брюге было было это перепутал думал в другом еще городе появился не в брюге 2700 жителей погибло жизнь конечно тут творится сделать с этим не могу ровным счетом ничего только ждать и надеяться такой что генрих у нас не умрется от этого дела выполнили мы задание по прекращению военных действия надеюсь папик оценил это делом да не особо был 9 из 10 стало 80 сфор вовлочек по другого не назовешь ладно это нас не интересует но им все и так понятно итоги хода мы везде первое место кроме финансов пока что потерял я двоих лазутчиков прованса и купца в нижнем египте он тут хорошо приносил то тут уже до возрастные тыщи из первой партии у нас совершеннолетия конрада в столице так если ты появился в конр в столице тут значит из прямой ветви наследников да давайте заценим нет нет прямой ветви как раз хуга франконский с ним тоже кстати приключилась одна история интересная у нас еще принцесса появилась констанца франконская ешкин код обалдеть 4 этого конрада не вижу вот конрад святой на м52 года смотреть одинаковые лица изображения картинки нам это весело а вот он конрад это сын конрада великого который погиб у нас в бою любопытно и что на себя представляет 14 лет дом веттинов германская кровь трусоватый замкнутый чудак да не сказать что у него хорошие черты ну и не такие уж и плохие давайте отправим в лагерь искать занимается делом обещал вам рассказать про любопытную вещь про нашего скажем так вот хуга 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 франкунский стал должен как раз гену и у нас да вот 17 лет а до этого как только появился в 14 он стоял в лагере обучался военном премудрости а вот и тут какая-то короче принцесс к нему подошла и он эту принцессу короче соблазнил хотели его соблазнить а он сам взял и соблазнил к сожалению здесь никаких черт нету что это было за принцесса там хоть что-нибудь написали бы было бы наверное интересно а так так ничего нету жаль жаль но это не страшно так по строительству по строительству давайте тут немножко разберемся строительством проблемы сплошные проблемы то жирно то густо то ни хрена нету вот в общем сплошняком проблемы так дижон у меня уже полностью расстраивался да это хорошо это я сказал даже прекрасно давай-ка вот систем водоснабжения водоснабжения построим он дает хорошо здоровья то я смотрю начинается эпоха всяких болезней заразных надо надо тут что-то с этим делать а то не дай боже что случится нам она нам она не надо так и еще скоро общее общественные поля что здесь тебе вот карни отлично с этим разобрались денег 321 тысячи осталось агентами я сейчас пользоваться наверно не буду нет особого желания давайте разберемся с англичанами попытаемся у них приобрести этот замечательный городишко вот убьем литовского посла а чё нет так значит англия англия здравствуй англия футы не никуда зашел да и нам город город камня эти буду очень-очень признателен давай не шутя 35000 очень щедрое предложение слушай ну коли же не очень-очень щедро не знаю почему очень щедро и казнат у самих англичан не обозримая то что поезде это они не должны на подобное вестись но 25000 щедрое предложение радостное согласие город кам наш чем я всех поздравляю туда же какие-то войска появились мечники целых пять отрядов но меня наготове еще войска 3 до получается полный стэп хорошо сидите в кане на посла выводим посол пойдет теперь уже приобретать арагунские города и еще мне нужны еще войска строим блин все у кого-то сажать надо будет виде гарнизона это не надо так с этим совсем разобрались единственное еще что я хотел сделать троих купцов троих купцов значит вывести да я вон там еще шелка вижу и еще одного купца туры 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 ну сахар 600 монет ну это конечно совсем не то а вот туда иди по последним купцам мы будем ввести значит в египет с этим тоже разобрались что у нас тут к лере до боли на конечно сложно будет нам захватывать все это дело вот есть отличная возможность захватить тунис то что них вот здесь этот товарищ стоит но все зависит от того отойдет он или не отойдет можно здесь как-то высадится можно высадиться наемнички есть но медийская кавалерия 98 прикольно так ну поехали отличненько вот где слушать у нас есть великолепный шанс забрать тунис сразу без осады значит здесь что катапульты отряд копейщиков ветеранов хорошо а в тунисе в тунисе значит суданцы металлелитродиков 10 единиц это мощно лучники с пятачком хорошие лучники вот что значит замок-то войска то хороший нелевый конечно же нос такое себе зато есть пешие министриалы а у меня такие тоже есть ну и собственно правитель здесь сидит не шутя генуэвский герцог коруси правителя 36 лет прокачанный злодея очень авторитетные военка практически полностью прокачан наставник учитель дом дори а кому интересно на паузе становитесь прочитаете что это персонаж что за дом такой капитан наемников герцог туниса тоже тоже можно прочитать на паузе я сам это тоже потом прочитаю когда видел смотреть тоже очень вещь интересная аж два инженера обалдеть генуэвская кровь потомок джорджи россия круто очень круто новичок на турнирах все земли дели дели правитель гены но мощно мощно но нам всех надо убить поехали так мы построились давайте начинать ему здесь к сожалению начать то особо у нас не получается по той простой причине что противник очень странно выходят нам остается только все же попытаться перехватить первый или второй куда первые здесь они где-то шевелятся до сюда влететь короче вот эти должны сразу же в этих дам и плюс отряд и где-то потерял это печально там моя недоработка давайте его тоже куда-нибудь позовем сюда так что будет сопоставить делать на главное что будет делать военачальник они идут на соединение да но хорошо пускай идут так во первых надо ускориться там так полгода будет ляси тряси так мы смотрим наша конец то пораньше противника доберется до супостата ох прямо впритык шандарахнули пятерых охереть они пятерых у меня завалили так мы здесь конечно это это не вариант вариант так отходим нас там еще и лучники до куча обстреливать так это не вариант надо пойти построить и прочарджить по-человечески до катапульта попала что вы пешком идете можете нормально это делать так ну и собственно противник таки развернулся в нашу сторону на нас тут еще лучники идут вот это они кстати зря то не зря сейчас обходным маневром этих лучников порвем как тузик грил и не будет у вас лучников так кавалерия кавалерия напала на мои ряды они убегают это суданцы сразу идем на них здесь тоже никого не ждем что у нас там с кавалерия лучников вы истребили практически истребили но нас догнали копейщики так и думал молодцы короче 14 остался они не побежали смотри какие так за этими не бегать истреблять вся пехота за этим говном бейте супостата так прибыла наша конец и теперь уже я надеюсь суданцы от нас никуда не и не денутся хорошо работа работа вы главное полководцы убейте армию он потерял 22 рыло так а вон идите с копейщиками зарубитесь хрен ли нет хрен ли нет если хрен ли да да нет нет да отлично здесь они все сделали так выйдите тоже помогаете так этих суданцев наша кава всех из из фигачила отлично идем куда идем а вот за генералом идем генерал уходят тварь такая как я понимаю да так давайте возьмем один отрядик какой-нибудь и вон туда кучник он сползаем так гену мы догнали слушать гену мы догнали их трое осталось я надеюсь сейчас наши тут рыцари не подведут и запинают эту сволочь собственно вот она наверно да было бы здорово так кучников там допинывают великолепно здесь тоже что-то вроде получается господи на убейте вы уже его убили друзья убили вражеского полководца отлично отлично так догнать убить истребить но все мы их всех перебили а значит город наш единственное не забудьте в нем население вырезать иначе там порядка не будет вообще никак бы слишком уж далеко над наших отношений трополии находится этот у них ну поздравляю немцы начали обживать африку да случилось это на пару тысячелетий раньше не тысячелетий конечно столетий когда это в африке то были немцы недолго-долго до первой мировой войны они там что-то имели что-то имели но потом у них это все отжали а так мы опа и в африке это прикольно смотреть довольно таки много мы потеряли все-таки конный чардж в исполнении большого отряда рыцарей зафигачил нас до ебоже я этот момент видел но ничего страшного в этом нет главная победа естественно казнить один сдох второй сдох и тунис наш ура король сицилия мертв правитель генуи мертв на это повторение разграбили на 200 монет что тут отношения ухудшились до клал я на вас и акс ну можно даже он суданцев взять я не буду брать его кораблик возьму кораблика реально на на море мы себя плохо чувствуем так естественно жители будем уничтожать 11000 9000 награбим вот и все хорошо в тунисе сразу стало просто замечательно так первый ход мы ничего делать не можем да да ну и шутбы с вами доход конечно мизерные главное главное что мы это сделали так из армии каких-нибудь наших вот конников хотела бы я увидел да но здесь социлийцы бегают бегают социлийцы шельба с ними пускай бегают не ахай бегают кстати кстати неплохая такая приманка может нападут нападут будет хорошо и у них еще пару городов здесь в африке отложим тогда так кораблики что кораблики надо вас как-то объединить кораблики три кораблика три наемные галеры это уже знаете ли сила 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 да пока здесь побудьте тех но здесь я не знаю что скалерить делать очень сильно не хочется мне чтобы у них появилась дополнительно 13 отрядов тупу 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 ну и по времени уже у нас явные проблемы и не успеваем мы все все мы не успеваем какую-то одну лишь компанию здесь успеем сделать научить вот этим товарищем подойдя вот сюда и напав на этого мы опять таки сможем из гарнизона пизы вывести герцога чементине так но здесь посложнее будет здесь такие нормальные отряды опять таки эти ребятки городская стража 11 13 но неплохо неплохо а кто там там засел там в городе у даже есть два отряда хороший конец и слушать все куча стрелков нет эту хрень и всякую артиллерийскую они восстановили услышать и не такой простой то бой будет на самом-то деле но если мы сейчас подкрепление подведем это может для нас плохо кончится в том плане что они просто отойдут дождь генуи казначей телохранитель священник бургундский дом португальская марка прикольно щитово-то летописец сильный военачальник жена из португалия это чё преемник генуя бережливый хорош хорош герцог силы равные но что это будет интересный замес тем более у меня этот стек немного коцаны как видим пара отрядов очень даже у цены зато есть лучники три отряда есть два отряда сильной конницы три отряда рыцарей ну давайте пробовать так ну поехали пара отрядов тогда сюда пара отрядов сюда делаем чардж основная армия у нас он там будет да вот плохо от плохо мы то другому я планировал ну ладно разворачиваемся ну и смотрим на конный чардж по этим засранцам что они тут готовы меня принимать я бы не сказал что они готовы даже копии не выставили уж не знаю почему на что они надеются что их не сам ну что может быть на это они и надеются но мы их неплохо неплохо пошатали восемь процентов уничтожили особенно достались вот этой городской страже я не похуже держат удар но быстрее идите так а пока перестраивать давайте еще раз дарим сильные отряды спору нет так наше войско построилась противник там еще только выходит отлично хорошо вошли какая половина может быть мертва то вы чё несете ну вот я смотрю этим то практически ноль эмоций вообще от того что мы в них влетели на коницы нам бы ген не потерять слушайте это будет печально если так сложится сильные сильные пешие стрелы куда я же вам вас вроде бы отсюда попросил нет выходить парни выходить с этими парнями нет смысла воевать так летит на нас коница давайте как своем стек отойдем потому что мама тоже рыцари рыцари феодал и всякая другая дичь я сейчас может быть даже нет это это не то конец остановилась остановилась что-то они задумали наверно нехорошая давайте наши тяжелые коницы вопьемся в этих засранцев которых нам подходят они нам сейчас могут строй смешать мне бы этого не хотелось так их лучники уже поливают хорошо ну ка во фланг вошли полуотряда мы сожрали считаю неплохой результат так там на нас не агрится еще нет эти дядечки я так понимаю основу свою ждут основу то у них хороша хороша не побежали они на нас не побежали бой затянется так лучники немедленно прекратить огонь мы тут без вас сами сами разберемся поберегите стрелы они нам сегодня еще пригодятся так что же первые три отряда мы разбили вроде бы всего лишь три отряда на эти три отряда блин они были очень сильные что очень даже неплохо что эти пешие убегают халява халява так ну и походу мне придется давайте попробуем одним отрядом конец такой средненький пожертвовать так конец отходи можно пешком чтобы отдохнули так куда протоковая зионе что-нибудь такое с топорами да вот арбалитчики а если они успеют сделать залп нам придется туго еще и спиной встали но это хорошо конечно они заряжают свои арбалеты по нам откидываются откидывать катапульта по нам там стреляют кто-то но мы успеваем войти в этих отвратительных ублюдков это хорошо очень хорошо мы все и отряд мы потеряли они сбунтовались теперь стоят вообще насмерть но главное чтобы стек пошел супостата вроде бы идиот ну я им честно отдал на прокорм один свой отряд чтобы они пошли так и за нами там получается коница гонится давайте побыстрее валите чего не пойдете что ли тогда давайте наоборот а их догонять твой ешь мать так то они вроде как идут но вроде не идут в общем это это сложно понять эту игру тонкую влетают наши парни три отряда нашей коницы давайте взбодрим взбодрим их немного вроде как пинают там кстати нам если сейчас отстреляют какой-нибудь хренью не будет туго ну зато стэк противника точно идет все отступаем пока на нас там я не знаю какие стрелки не ополчились для охрана полководца 60 рыл а я себе представляю этот чардж сразу говорю нам будут друзья больно так на коницы благополучно вроде как утекла сейчас чардж будет ай люли люля на специальных разомкнутым строим поставил чтобы избежать ненужных лишних потери но она не будет в отверстие проходят копеечки конечно ждут но они прям как сквозь масло обалдеть конечно так и вот здесь вот вот этих вот гонять надо гонять и вы тоже гонять все коницы у них вся задействована меня один от один у меня херова куча убегает они потеряли же шестерых ебическая сила вот это коница вот это они нас придавили тяжестью своего каблука ты смотри вообще на все на ссать так коница выходим им просто на все на ссать они раздуплили у меня тут уащил все складывается складывается знаешь как складывается просто обосраться как все складывается мы проигрываем друзья мы на полном серьезе проигрываем нас коница противника просто расфигачила просто расфигачила у меня вся армия бежит я вас поздравляют первое поражение в этой карте обалдеть вот 60 рыцарей разогнали мне пол армии и второй отряд которую с этого фланга атаковал сделал то же самое он также смог разогнать мне пол армии охренеть просто ну и плюс еще конечно очень сильно подвели наемники два отряд наемных копейщиков которые дрогнули и сразу побежали развалили мне весь центр противник пробился клучником пробил отряд вот этих пеших не стреляли как там правильная конечно в шоке от этого сражения зарешал один единственный отряд этого герцога 60 рыцарей который просто строй как нож сквозь масло его и ничто не остановило они как бежали так и пробежали сквозь получается раз два три через четыре отряда просто пробежали раз хреначивая я в шоке другой отряд рыцари феодала два отряда моих тяжелых рыцарей положил не рыцари там кто был там был отряд мечников с этого с левого фланга вот они вот здесь они лежат конечно там немножко они убили этой конницы где-то с десяток наверно мы сами все легли отряд рыцарей отряд хрен знает кого мечников вроде бы но я конечно в шоке наемников положили просто тупо всех на другая половина нашего войска справа у фланга там уже как бы до кучи вместе уже все и побежали а я в шоке ну что ж поздравляю с друзья с нашим первым поражением это очень даже интересно вот а вы говорите что все легко дается но как видите это нам легко не далось конечно противник за подобное ответят очень сильно ответят они потеряли довольно таки много на них вот этот главный правитель остался 48 рыцарей это конечно мощно даже эти гады выжили это что-то сохранили но ничего страшного у меня довольно таки много здесь сил я думаю что следующей серии я даже пропускать ничего не буду следующей серии снова будем биться за пизу с этим монстром я так и не понял куда у меня войска то отошли они же должны были куда-то таять и вопрос куда корабли рядом нету городов тоже в баллоне по идее но они не в баллоне отошли это точно не они можно попытаться через вот это найти не там еще вот он там но мне еще и генерал ну вы сами видите какой генерал на теперь нервничать в боях вот куда-то шли все-таки на корабль который здесь стоит жопа что я могу сказать просто жопа начать с ними ничего сделать не могу только на следующий ход на это печально а где мне еще командующего взять из командующего лезть смысла нету другой командующий у меня только вот здесь как раз хуга франконский 17-летние ну хотя бы три звездочки есть если у меня вот сюда выйдет кораблика нету до кораблика нет хреново что кораблик и здесь нет нигде нет в общем буду думать буду думать имеет ли смысл эти без гены в инсбурге нету из альцбурга тяну 72 года но тоже как командующий он из себя ничего не представляет то есть полюбасику вот этого надо но он по идее доходят походе туда сюда аккуратно его доведу соберу армия вот этих ребят подтянул но там надо наверно все таки вообще встречку атаковать чаджить его к своей конец и прямо встречка дом подходит к строю протоковать его также чаджем конец и своей даже пускай он ее завалят и шутбу с ней на общем придумаем он конец что-то интересное да не прошло там 18 серий что-то что-то интересное хоть какое-то сопротивление что же я рад я рад что попал в эту пизу на сегодня это все друзья надеюсь вам понравилось ставьте лайкосы пишите коментос и мы конечно же подписывайтесь на канал всем хорошего пока пока пока